сегодня хочу вас познакомить с осветляющей угольной пастой леса стоит она недешево я беру ее за 3 400 здесь 500 грамм очень хорошо подходит для мелирование я рекомендую использовать ее в прикорневой зоне один к одному на девяти процентном оксиде если волосы уровня 8 и выше то можно взять шестерку время выдержки от часа до полутора в этой угольной черной пасти находится очень большое качество масел можете спросить как бы жжет она или не жжет да я бы сказал что это супра жжет но она очень хорошо высветляет волосы на ней получаются очень красивое мелирование почему не стоит использовать оксид шестерку может нехорошо осветлиться и быть такое знаете засвет от натуральной части волоса до который от корню до уровня стыка краски поэтому на девяточки при корневую зону один к одному это где-то полтора сантиметра отступая от волоса мы можем уже использовать смесь один к двум дабы как бы снизить расход самой угольной пасты потому что она не дешевая можно ли ее использовать на кожи с кожи головы самой инструкции написано что нельзя но вы можете сделать тест прядь и если ваша клиент или ваш клиент не жалуется то вполне себе да я как бы один раз использовал ее клиент говорил что никаких неприятных ощущений он не чувствует но там же пропорция была один к двум на шести процентном оксиде вот так насколько хорошо осветлился прикорневая зона осветлилась но где-то вот на вот таком уровне камера немножечко желтит будет чуть-чуть посветлее поэтому девчонки вот что я вам могу сказать по поводу всех супр супра расширяется в использовании кому-то это нравится мне это не нравится абсолютно в техниках мелирования потому что может вылезти состав из фольги и натечь на корень и будет пятном поэтому для того чтобы не было такого используйте пропорцию в прикорневой зоне один к одному а по длине один к двум и на девяточки вот я все-таки советую на девятки на 9 процентом оксиде вот рекомендую мне очень нравится я покупаю уже не первый раз если вы пользуетесь такой супре отпишитесь какой у вас опыт как вы используете в своих техниках мелирования и насколько вы доверяете этой фирме насколько вам нравятся окраски с этой фирмой и и обязательно напишите при использовании на коже головы нет ли сильных аллергических реакций